Следующая тринадцатая колова Бабу Фи Манфатат Хусалят Минхари Одар. Тот, кто пропустил молитву без причины. Вот мы что это сказали? Уважительная причина. А здесь что? Без уважительной причины. Двести сорок пятых хадисов Науфа Лимна Вауи. Науфа Лимна Вауи рассказывал, рады Аллаху Ан. Аннанабия Саласамкаль, то что Пророк Саласамском Манфатат Хусалят. Тот, кто пропустит молитву, Барк Луфикум, в некоторых реваятах сказано молитву Аср. Молитву Аср. Барк Луфикум, это только одна молитва Аср. А что сказать о том человеке, который не совершает пятикратную молитву? Тот человек, который не молится, Барк Луфикум, исходя из этого хадиса, пусть представит вот такую ситуацию. Представь, Барк Луфикум, что все твое имущество, все твои деньги, все, чем ты владеешь, в твоем доме находятся. То есть не где-то на счету, не в банке, а именно все у тебя дома. И деньги твои, и все у тебя лежат дома. И вот Барк Луфикум, ты, например, взял и пригласил своих родственников по причине того, что ты, допустим, например, ну по какой-то причине женишь кого-то из своих детей, там дочь своей замуж выдаешь и так далее. И вот все твои родственники, все твои близкие, все были в этом доме. И ты, допустим, все твое имущество в этом доме до копейки. И вся твоя семья, все твои родные в этом доме. И, допустим, тебе поступил звонок, и тебе нужно выйти из дома. И представьте, дома взорвался газ. Таким образом, что дом полностью сгорел, и все родственники полностью умерли. Вот, братья, тот человек, который оставляет одну молитву Асра, его положение такое. Представьте состояние того человека. И он, когда это выглядел, у него еще и телефон из рук выпал так, что он разбился и не подлежит восстановлению. Вот примерно такой ситуации. Это тот, кто оставляет молитву Аср. Это на этом свете. А представь, что тебя ждет на том свете. Это что касается Варка Луфикум, 13 главы.